Это что мы доносим избирателям электора, тактика это как мы это делаем, коммуникация. Был обзор основных, которые могут быть разные, а теперь собственно авторская стратегия, которую они разрабатывали, которую они применяли, которую и я многократно применял, а не только я. Я считаю, что она очень рабочая, очень понятная, ее нужно конечно же корректировать с учетом современных цифровых технологий, но это всего лишь тактика, стратегия не меняется. Модель эта называется модель доминирующего стереотипа и положительного образа кандидата. Согласно данной модели, при голосовании большинство избирателей делают свой выбор, руководствуясь не столько своими интересами или другими рациональными соображениями, сколько под воздействием одного из типичных стереотипов массового сознания, который оказался доминирующим на момент выбора. Не вообще, а на момент выбора. Можно выделить две группы доминирующих стереотипов. Вот давай сразу мы двигаемся. Значит, первая группа стереотипов, она находится в сфере ценностей и идеалов, связанных в представлении массового избирателя с тем или иным понятным ему образом жизни. Именно образом жизни. То есть, либо как раньше, либо как сейчас, либо как на Западе. Ну вот, образ жизни. Избиратели, у которых доминируют стереотипы этой группы, мы можем называть политически ориентированными. То есть, они голосуют за определенные политические позиции, которые наиболее точно отражают эти стереотипы. А вот вторая группа доминирующих стереотипов, это личностные качества уже кандидата либо партии. То есть, не первая, это ценность, идеал и образ жизни, а вторая, это личностно ориентированные. И вот они наибольшей степени соответствуют представлениям избирателей об их идеальном неком кандидате. То есть, либо самый умный, самый честный, самый сильный. Там дальше уже идет набор стереотипов. И вот эту группу мы будем называть личностно ориентированной. То есть, у одной группы избирателей политические стереотипы доминируют, у второй личностно. То есть, грубо говоря, одни голосуют за коммунистов, а вторые за хозяйственников. Им все равно коммунист, он или не коммунист. Им важно, чтобы он был хозяйственником. И вот, соответственно, подход по строению стратегии, который из вот этой модели, он требует сформировать в ходе выборов положительный образ. В таком понимании между понятиями доминирующий стереотип и положительный образ существует однозначное соответствие. То есть, наша задача сформировать положительный образ, который попадет вот в этот доминирующий стереотип здесь, сейчас. Модель доминирующего стереотипа охватывает и случай негативной мотивировки. То есть, когда избиратель совершает выбор по принципу «голосую не за того, кто лучше, а против того, кто хуже». При негативной мотивировке определяет уже отрицательный образ, то есть антиобраз. То, что я объяснял, что не обязательно быть лучшим, достаточно быть не хуже, чем остальные. Ну, так тоже бывает. Потому что я напоминаю, что на выборах мы всегда выбираем из тех блюд, которые есть. Ну, вот какие есть, такие есть. Нравится, не нравится, можешь не участвовать.